добрый день мы сегодня начинаем курс по тайм-менеджменту и попробуем научиться управлять своим временем с собой во времени и наш курс называется как научиться все успевать секреты тайм-менеджмента меня зовут демьяна ольга владимировна я заведующий кафедрой экономики производства казанского федерального университета доктор наук профессор и автор книг по личностному росту и как сократить совещательный процесс и повысить его эффективность как мы будем с вами двигаться у нас будет четыре основных блока работы первый блок посвящен наведению порядка в текущих делах для того чтобы начать работать сторону повышение эффективности своего времени чтобы научиться все успевать и быть довольным нужно сначала навести порядок своих делах второй этап мы с вами научимся планировать новые дела что же такое за целеполагание какие есть основные методы и как можно поставить себе достаточно комфортные и понятные цели третий шаг это пересборка текущих дел у человека всегда есть определенные дела которые связаны всегда с ним это текущие дела него и эти дела невозможно просто так бросить от них невозможно отказаться и здесь третий этап направлен на то чтобы посмотреть как пересобрать их как пересобрать эти текущие дела для того чтобы комфортно выполнять и наши новые цели и четвертый этап мы настраиваем новый график работы это заключительный этап который позволит вам достаточно комфортно встроить определенные методы тайм-менеджмента в свою обыденную жизнь с чего мы начнем мы начнем с наведения порядка в нашей в наших текущих делах и так самый первый тест про свою личную пунктуальность личную пунктуальность это самый первый этап если вы хотите быстро настроить свой тайм-менеджмент пять основных вопросов на которые вы отвечаете просто да или нет посмотрите на слайде вы увидите их первый вопрос встаешь ли ты сразу как прозвенел будильник встаю да не встаю нет придерживаюсь ли я режиму приема пищи если у меня список дня до список дел на сегодня во время ли я пришла на последнюю запланированную встречу и пятый вопрос выполнил ли все запланирование запланированные дела сегодня пять основных вопросов которые вам позволят сразу диагностировать в какой точке управления собой во времени вы находитесь и здесь очень отчетливо будет видно какие резервы у вас есть для того чтобы подкачать вот эту компетенцию что покажут вам результаты теста но во первых они вам покажут точки над которыми можно работать а во вторых вы выйдете на определенную цифру эффективности или неэффективности управления собой во времени каждый вопрос это 20 процентов вашей пунктуальности если вы отвечаете на все вопросы да это супер вас пунктуальность в сто процентов если есть вопросы на которые вы отвечаете нет это означает что ваша пунктуальность постепенно а именно шагом на 20 процентов она понижается если вы хотите быстро начать повышать свой свой такой уровень или свои компетенции в области тайм-менеджмента можно начать с личной пунктуальности идем дальше для того чтобы развиваться в тайм-менеджменте нужно понять с каким запросом вы заходите сегодня то есть вы можете сейчас взять листок бумаги взять карандаш и просто подумайте написать а что у вас собственно говоря и не устраивает в текущем вашем распорядке дня запросы могут быть разные они могут касаться времени работы учебы ваших планов это никакой роли не играет играет роль только то что вы начинаете думать а что вам не нравится в чем проблема какие есть основные запросы у вас в отношении того что происходит во мне второй момент я хотела бы подсказать вам да если вы растеряны и немножко не понимаете да что такое запрос я могу вам предложить некоторые типовые запросы моих слушателей к примеру как уделять время для отдыха да как не опаздывать на занятия как совмещать отдых и работу как собственно говоря начать похудеть как почему у меня нет времени на себя например почему я все время откладываю какие-то важные для себя дела такие запросы очень часто и у людей поэтому вы смело можете взять один из них и попробовать с таким запросом заходить в обучение по тайм-менеджменту и так мы рассмотрим с вами ряд методов которые вы сможете прям здесь и сейчас использовать и посмотреть эффективность этого метода первый метод называется 5 почему как этот метод работает как его можно использовать первый шаг это нужно сформулировать ваш запрос что вас не устраивает в чем проблема какую возможность вы упускаете и дальше этот вот этот запрос нужно сформулировать как вопрос то есть как определенная констатация данных и дальше с определенной там периодичностью вы начинаете задавать вопрос а почему так происходит когда вы задаете вопрос почему вы сами же начинаете на него отвечать таких итераций происходит 5 но если вы чувствуете что на 3 на 4 на 3 или на 4 на 4 вопросе вы уже пришли к правильному ответу и у вас есть ответ на ваш запрос то дальше не стоит мучиться то есть 5 почему это такой длинный спринт но вы можете его сократить если видите что уже ответ на данный запрос вполне очевиден метод достаточно визуально покажет вам как вы сами отвечаете на свой запрос какие причины лежат в основе этого запроса или в основе этой проблемы итак посмотрите на слайд и вы увидите что вот прям в эти графы в эти графы можно записывать свои запросы и ответы следующий вопрос почему мы задаем именно ответу не вопросу изначально до запросу а ответу на первый вопрос почему давайте разберем пример чтобы вам было понятно как этот метод работает к примеру мы берем запрос почему я не успеваю закончить обучение в срок почему я не успеваю закончить обучение в срок это первое почему и мы отвечаем на него потому что я не выполнил или не выполнял в течение семестра домашние задания и накопились определенные долги 2 итерация почему я не выполнял домашку до домашние задания во время потому что я не выделял время на выполнение этой домашней работы на выполнение домашек почему я не выделяю время на выполнение домашки потому что я не планирую конкретно когда мне нужно это домашнее задание сделать эту домашку сделать и сдать Четвертый вопрос. Почему? Почему я не планирую конкретно время под выполнение домашки? Потому что я выполняю домашку по остаточному принципу. То есть время есть, я сделаю ее. Время нет, ну, как бы подождет. Пятое почему? Почему я выполняю домашку по остаточному принципу? Потому что я не думал, что можно обозначать конкретное время для выполнения домашки. Вот, собственно говоря, этот метод и ответ на последнее пятое почему привел нас к определенному и достаточно распространенной причине тому, почему люди не заканчивают курсы, которые оплачивают. Почему у людей, и у студентов, и у взрослых, и у молодых студентов, первокурсников, все равно возникают определенные задолженности. Потому что человек и не думал о том, что можно достаточно конкретно выделять определенный бюджет времени для того, чтобы спланировать выполнение домашней работы, написание курсовых работ и так далее, и так далее. То есть вот здесь этот метод вам подсвечивает дисциплину планирования времени и планирования задач в учебном графике. Данный метод, он достаточно эффективно работает, и этот метод входит в концепцию развития производственных систем. Этот метод был использован и придуман инженерами по управлению качеством продукции, которые изучали производственные процессы и выявляли, а почему же на выходе тот продукт, который мы производим, он не соответствует ожиданиям наших клиентов. Поэтому вы смело можете использовать этот метод для того, чтобы понять и разобраться внутри себя, а почему происходят, собственно говоря, какие-то непонятные вещи в отношении времени, в отношении задач, в отношении внешнего мира. Но вот на данном слайде, на следующем слайде как раз и представлена вспомогательная таблица, которую вы можете взять и прямо использовать для того, чтобы этот метод методично правильно был внедрен в вашу жизнь. То есть вот здесь вот есть определенная методическая подсказка, которая говорит о том, что на вопрос «почему?» мы начинаем со слов «потому что я». И вот здесь вот слово «я» оно ключевое. Очень часто слушатели, по моим наблюдениям, они уходят во внешнюю среду и ищут причины во вне, то есть ссылаясь на родителей, на суровое начальство, на коллег, на других студентов, на людей. Вот здесь нужно себя остановить и сказать «сначала я начинаю с себя». Ваш же запрос, вам и нужно решать свою проблему. Некоторые советы по тому, как правильно и достаточно эффективно использовать этот метод. Первый, самый главный секрет, нужно всегда искать ответы на вопрос «почему?» внутри себя. Не уходите во мне, потом сможете уйти, самое главное начать изучение запроса с себя. Поэтому в предыдущем слайде я вам и показала таблицу, где каждая «почему?» начинается со слов «потому что я», и вы начинаете думать «а почему так происходит со мной?». Второй момент, формулируйте ответ, который зависит только от вас. Не ссылайтесь на внешние обстоятельства, не ищите оправдашки. Здесь это не нужно, запрос ваш, вы решайте его сами. И третий момент, держите фокус на себе и на своих ресурсах. В данном случае посмотрите, как вы отвечаете на свои запросы. Есть ли в ответах какие-то запросы или ресурсы, которые к вам не относятся? Это очень важный момент для того, чтобы сфокусироваться именно на том, как вы вообще проживаете это время и чем вы занимаетесь. Второй метод, который поможет вам навести порядок в текущих делах, метод, который называется «съесть лягушку». Вот на слайде представлена лягушка. Что такое лягушка? Лягушка – это дела, которые небольшие, незначительные, нетрудозатратные, но они энергетические, как вампиры, пьют у нас энергию. Мы подсознательно думаем о них. Хотя эти дела, на выполнение этих дел можно буквально от 5 до 10 минут сделать. Какие это могут быть дела? Допустим, пришить пуговицу, отправить какое-то письмо, позвонить своему коллеге, друзьям, родственникам. Это дело, как обычно, не требует больших трудозатрат, но почему-то человек эти дела откладывает. Поэтому я советую всегда начинать свой рабочий день с того, что вы съедаете лягушку. Важно выполнять неприятные задачи первыми. Почему? Во-первых, это быстро. Во-вторых, вы сразу ощутите, что у вас такой вампирчик, который сидел у вас на шее, он уходит. То есть лягушка, такие дела, которые называются лягушками, они съедают энергию у вас. И когда вы его в начале рабочего дня выполняете, вы ощутите прилив энергии. И ваш день пройдет более комфортно, быстро и позитивно. Второй момент, очень важный. Запланируйте эти дела. Я всегда советую планировать с вечера. Я практикую двухнедельный спринт. Поэтому вы можете в течение недели, двух недель запланировать выполнение этих лягушек. Особенно тех, которые незначительные, но для выполнения их необходимы какие-то вспомогательные ресурсы. Поэтому смело сейчас, для того, чтобы не тратить время, попробуйте подумать, а какие же лягушки у вас сидят и пьют вашу энергию. И запишите три самых ярких лягушки, и завтра попробуйте их выполнить. Итак, каждая наша встреча – это определенный итог. Я всегда спрашиваю, какие выводы вы сделали. Попробуйте выделить пять минут для того, чтобы сформулировать для себя, а с чем вы уходите. Какие выводы вы для себя делаете. Что было полезно, что вы возьмете в работу и что вы проверите. И третий момент – какой будет ваш первый шаг. Какой метод вы используете, с каким запросом вы зайдете в обучение, какие результаты вы получите. Чем быстрее вы сделаете первый шаг по применению методов, по диагностике своих запросов, по изучению дополнительной литературы, тем быстрее вы начнете качать такую компетенцию, которая называется тайм-менеджмент. На этом у меня все. Спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!